привет давай короче сегодня порешаем у нас задача была прошлый раз я домашнее задание давал написать слово мама так вот где то есть в skype образец вот я хотел чтобы все нарисовали вот такое вот слово как здесь нарисовано ну и уже кто-то прислал до свои решения вот прислал решение макс он самый первый прислал если мы посмотрим его вот его решение можно проверить что она работает мы запустим пуск мама все пишется правильно точно так как я хотел в скайпе написано смотри еще раз раз вот пишет мама все правильно пишет точно так как и просилась в этом самом задании вот я нарисовал это в пойнте дал домашнее задание короче макс сделал самый первый в общем молодец да это самое вот его программа ну что с одной стороны она все делает правильно так и он сделал это 1 поэтому без сомнения молодец но что мне не очень нравится и что я дал задание переделать это то что в этой программе очень много строчек вот вот здесь вот написано снизу здесь 36 строк ну довольно много у него здесь вырисовывается сначала первая буква м потом буква а потом вторая буква м потом вторая буква а а вообще по идее можно было бы наверное написать вот просто слог ма один раз и потом повторить этот слог ма еще один раз но только немножко правее правильно я правильно вот и по идее наверное в новой программе можно было бы добиться меньшего количества строк чем 36 потом еще прислал к нам этот самый ярик решение своего они же посмотрим вот слово мама вот оно похоже чем-то на решение макса в нем тоже много строчек тоже вырисовывается каждая отдельная буква вот мы рисуем это уже сейчас программа ярослава раз вот она пишется слова мама но немножко меньше поле сделал что просто очень много программ очень много команд говорят программа команд много да ну та же самая идея здесь написано снизу компиляция прошла успешно 35 строк в некотором смысле эта программа покороче да немножко получше может быть чем у макса в том смысле что у того 36 срок а у ярика 35 строк и оба делают одно и то же как-то они немножко по-разному это делают или где-то была у макса лишняя команда я и я реку дал задание написать с циклом он долго думал и вот что-то написал посмотреть вот завел много-много переменных не все у нас целые числа а дал им какие-то начальные значения открыл поле и вот тут крутится калубая чая цикл маил не рассказывал а он сейчас уже сделал молодец разобрался как-то самостоятельно наверное и какие-нибудь обзоры можно ютюбе нашел но мне кажется с одной стороны да он сделал уже с это с циклами но я сейчас посчитать количество строчек давайте запустим сколько здесь строчек посмотри сколько снизу строчки я видишь сколько строчек 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 где-то лишь 26 да вот снизу написано где мышка я ухожу но то есть в тех программах вот она работает эта программа с циклом так в тех программах там где было слово мама вот и я запускаю сейчас их но пишет что там 35 строчек от компилирована ну то есть компьютер готов выполнять сейчас 35 строчек нашей программы в изначальной программе которая была от макса 36 строчек было от компилировано а в той программе которая должна быть покороче да у нас получилось 30 еще раз запускаем 41 строчка видишь ну то есть сомнительно получается как-то что мы укоротили программу нашу мы ее тут явно усложнили у нас сейчас много переменных у у нас сейчас ну как то посложнее но бывает программа становится сложнее когда ты хочешь укоротить да когда ты цикл вводишь и так далее но чтобы она была одновременно и более сложная и еще и больше строчек занимала это как-то не очень как ты думаешь так так давай короче подумаем идея это вообще в целом правильная просто может быть говорят реализация этой идеи хромает ну то есть сделано может быть как-то немножечко еще не совсем грамотно то но мы еще только учимся так что такого нет а еще раз посмотрим что делает вот у нас рисуется слово мама так что мы хотим мы хотим сделать это слово мама ну как-то более грамотно мы напишем первый слог ма да а второй слог ма мы напишем точно так же в цикле но только сдвинем этот слог немножко вправо вот тут начиналось где x было 2 буква ма а а допустим где было 7 а это м смотри она уже где 12 а это а где 17 то есть получается что второй слог ма он на 10 клеточек вправо сдвинутый первый слог правильно вот короче нам надо написать первый слог и второй слог точно так же написать но только правее на 10 клеточек понятно почему на 10 любую точку которую мы здесь найдем вот допустим конец буквы м вниз идем она находится на точке 6 вот ну как это сделать давай вот возьмем первую вот чудо программа за основу допустим программу я река пендаун up to point вот мне кажется что вот где-то вот это примерно половина нашей программы убедимся я попробую закомментировать вот все начиная отсюда фигурную скобку поставил тут и фигурную скобку поставил тут ничего выполняться не будет вот-вот из этого правильно давай я смотрю что сейчас нарисуется выполняю нажимаю на пуск действительно я угадал так вот у нас рисуется ровно словом а так слог на что нам надо сделать нам надо теперь нарисовать точно такой но только правее и он здесь рисуется вот присмотрись внимательно смотреть в самом начале мы становимся в точку 2 18 вот эта первая команда . 2 18 и того . 2 18 начало буквы м вот здесь так потом она рисуется в точку 2 24 по иксу остается тот же 2 что и было только не 18 а 24 это вот мы рисуем линию вверх да вот этим командой а потом вот этой командой что мы делаем когда мы смещаемся в точку 4 22 немножко меньше по иксу чем было и немножко больше по чуть чуть ниже идем да чуть чуть больше по иксу чуть чуть меньше получается один перевернутый да вот как бы один перевернутый все правильно вот мы начинаем вырисовывать букву м вот эти команды а если присмотреться на то что мы закомментировали то смотри здесь первые команды было стать в точку 2 18 то есть вот сюда да и начинать рисовать букву м а здесь первое стать в точку 12 18 видишь тут было 218 а тут 12 18 вот это вот икс на 10 больше чем здесь так потом смотри вторая команда было 224 а здесь опять икс на 10 больше а игрек какой он ну все правильно потому что если по игреку смотреть то они начинаются от 18 и заканчивается 24 правильно и буква а тоже от 18 начинается заканчивается 24 и здесь точно так же будет игреки у нас не меняется она столько это с этот слог он сдвинут вправо он сдвинут только по иксу икс это вот это вот горизонтальная координата поэтому вторая координата игрек она везде одинаковая вот здесь было 18 24 22 в этих командах до 18 24 22 точно так же но икс здесь был 2 4 6 6 7 а здесь 12 12 14 16 16 17 короче все то же самое как и здесь но только единичка вот это добавляется десяточка ну вот эту идею мы сейчас и попробуем сделать у нас были написаны отдельные команды в которых мы сами добавили эту 10 первой координате а мы сейчас сделаем циклом так чтобы у нас добавлялась автоматически это десяточка окей короче для того что цикл был что нам нужно сделать вообще нам надо завести переменную который будет называться счетчик цикла так как назовем переменную я переключаюсь на русский пишу счетчик чик . но тут уже английским надо написать интейджер интейджер это означает целое число так счетчик хорошо у нас надо будет цикл как цикл сам пишется а чик ну сначала первое слово какое-то должно быть ну фор я фор счетчик двоеточие равно а от одного до двух два слога будем писать хорошо от единицы 2 2 ну и так так как у нас много строчек в цикле будет повторяться то что нам надо сделать чтобы они все вместе выполнять begin и end они должны содержать в себе все те команды которые наш цикл будет повторять вот эти команды ну вот у нас получается объявлено поле размером 22 на 26 и есть цикл который крутится ровно два раза вот единицы до 2 и он сейчас выполняет какие-то команды это старая команда которая мы сейчас может даже можем и удалить основная идея короче что мы хотим добиться это чтобы на второй итерации говорят цикла когда то есть цикл будет крутиться еще один раз у нас уже не 2 18 2 24 4 22 а были 12 18 12 24 14 22 везде чтобы вот здесь было прибавлено 10 так давай короче мы это все сотрем хорошо вот если сейчас мы запустим кстати если сейчас мы запустим вот у нас все готово в этой программе или нет ну конечно у нас пока не все готово у нас просто отрисовывается первых две буквы м и а правда рисуется они целых два раза они сейчас рисуются одна поверх другой они есть если мы замедлим немножечко и посмотрим как она рисуется давай вот у нас рисуется буква м вот она вырисовывалась это половину этого цикла на прошло вот еще раз все полностью счетчик равно один а вот она начинает рисовать вам видно . движется видишь вот она она рисует поверху понятно почему поверх у нас же здесь четко забиты цифры 1246 и но циклом мы заставляем это повторится два раза поэтому у нас два раза в одну и ту же точку становится два раза перемещается в одну и ту же точку и просто обрисовывают этим два раза понятно но нам надо чтобы в следующий раз она рисовалась правее так так вот мы что сейчас сделаем мы заведем переменную специально смотри я эту переменную назову словом сдвиг сдвиг в начале когда мы рисуем первую букву м у нас как бы это нормально для первой буквы иметь вот такие вот координаты правильно ну как бы никакого сдвига нету а вот когда я вторую букву м буду рисовать и вторую букву а они должны быть сдвинуты на 10 ну как бы единиц вправо согласен ну то есть первое они на своем месте а вторые уже сдвинуты поэтому вот что если у нас пока еще будут рисоваться первые то мы будем считать что никакого сдвига нету правильно кстати здесь запятая можно написать ну ладно мы все равно добьемся того что у нас будет меньше смотри что я сделаю сейчас я вот как напишу плюс сдвиг плюс сдвиг плюс сдвиг смотри когда у нас будет первый раз цикл крутиться то сдвиг чему будет равен а значит у нас по каким координатам будет рисоваться вот в самый первый раз когда сдвиг равен нулю ну то есть все самые координаты что и были в самом начале у нас когда и не было никакой переменной сдвиг так ну то есть то что мы 0 добавили от этого ничего не изменилось было два и осталось два так давай проверим сейчас как работает эта программа я запускаю и она как рисовала слово мо ну букву слог мо так она его и рисует и даже второй раз она тоже начинает рисовать строго поэтому почему второй раз она тоже рисует поверху потому что мы его как бы никак и не меняем а для того чтобы нам вот догадайся для того чтобы нам сейчас второе нарисовать уже правее что нам надо сделать в нашей программе нам надо этот сдвиг увеличить или я понял а как сдвиг увеличить когда я вот здесь нарисую вот первый цикл полностью прокрутиться когда счетчик равен единицы я говорил гвоздь но сначала сдвига равно нулю еще до цикла потом первый раз вся эта программа делается потом сдвиг вместо нуля превращается в 10 а потом цикл заново начинается а до сдвига равно 0 это не доходит и теперь 2 равно но не 2 равно 12 а вот это вот выражение вот 2 плюс сдвиг вот это вот вот это вот что здесь написано в скобках теперь уже из-за того что сдвиг изменился и стал уже не 0 а 10 то это уже теперь не 2 плюс 0 а 2 плюс 10 не 2 12 так ну и все остальные они тоже на десяточку сдвинуты я же везде постарался проставить по первой координате этот сдвиг почему я именно первую координату написал 2 плюс 2 а не написал это на второй координате вот 24 плюс двиг ну это да у нас получилось бы сдвинута по обоим она была так по диагональ ки короче на искать правильно правильно ну вот давай посмотрим что у нас сейчас получится когда мы вот так вот напишем программку наши запускаем снизу смотри пишет 29 строк 29 это меньше чем 35 и 36 правильно запускаем пуск это рисуется первый раз цикл счетчик равен единице вырисовывается м и вырисовывается а а вот сейчас пойдет уже второй цикл видишь вот и вырисовывалось второе ама правее чем первое потому что у нас уже сдвиг стал равен 10 и везде уже увеличилась вот эта первая координата по иксу ну по игроку как оно было забито вот 18 24 22 так и осталось хорошо слушай а если мне надо было сейчас увеличить поле и написать не мама а мама 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 много мама вот подряд чтобы мне надо было сделать ну допустим цикл от 1 до 5 так мы делаем и и вот если вот сейчас так оставить то у нас все заработает на ну то есть надо здесь написать сдвиг равно чему ну короче то надо писать вот так вот сдвиг равно старый сдвиг чему он был до этого прибавить 10 первый раз когда цикл крутится в начале сдвиг равен чему самым-самым первым разум 0 и когда 0 плюс 10 то получится сколько и это будет выражение 0 плюс 10 высчитается будет 10 и запишется наверх сдвига так и теперь будет равно а потом уже второй раз когда она будет крутиться сдвиг уже был 10 10 плюс 10 получается 20 и 20 записывается назад на место сдвига и получаются уже 20 а потом 30 получится и так далее и так далее согласен и вот так у нас будет увеличиваться сдвиг но с другой стороны что нам еще не хватает да потому что сейчас поле коротенькая но ровно нам на то чтобы внести две эти буквы ну давай просто побольше поставим ну допустим там 62 так запускаем у нас как хитро смотрим ну вот сам прикинь если бы нам надо было в старой программе написать вот это если я такое задание дал да где не два раза ма повторяется а 1 2 3 4 5 раз повторяется то сколько бы вот здесь вот в оригинальных этих вот максовых или яриковых программах было бы команд вот они столько команд сделали для того чтобы два раза ма написать так а когда их надо было бы 5 раз написать то приходилось бы что-то это копировать ниже и ниже и ниже и уже потом подправлять 10 на 20 20 на 30 30 на 40 и так далее понимаешь программа была быть длиннющий просто ну короче большая была бы программа а вот эта программка сейчас наша вот она практически навесит на просто на экранчик влазит согласен что это папа попроще наверно как-то а если бы как ты сказал мы бы взяли написали вот здесь вот запятая сдвиг вот так было бы еще хитрее запускаем вон там пишется 27 строчек лишь и причем у нас за 27 строчек рисуется большое количество вот этих мама но и главное что если захочу я могу здесь вообще и 15 написать правильно и от этого количество строчек не изменится у меня изменится только одно число вот это докуда надо крутить цикл но сама программка как была маленькая так она маленькая осталась чувствуешь что такое цикл и какой-то такой мощный говорят инструмент вообще что если грамотно ими пользоваться ну вот циклы плюс переменная то мы можем очень хитро что-то такое вот закодировать кстати вот есть такая пословица одной рукой и веревку не завяжешь а тут одним циклом и веревку не завяжешь да ну как это объяснить не знаю вот один цикл один цикл один до один опять циклов один цикл два цикла ну ладно хорошо мы решили эту задачу теперь я хочу показать еще немножко вот эти вот тестовые задачи помнишь мы начинали делать task я сейчас вот это вот все дела сотру полностью можно нажать клавиши control shift и букву л английская л вот я нажимаю в этот момент control shift и л бац вываливается вот такая вот штука кстати интересно что-то она тут вываливается что-то не хватает у меня на компьютере файл результатов не найден жалко в общем когда мы нажимаем control shift и л вот здесь вот можно быстренько сделать заготовку для нашей программы когда мы хотим выполнять какие-то таски то есть какие-то задания так я могу и сам написать пишу слова task task и я пишу помнишь вот мы начинали писать а один допустим вот я выполняю меня показывается исполнитель чертежник задания ну то есть task а один начертить использую команды но мы такое легко сделаем правильно сейчас совсем несложно но у нас есть здесь это не написано у нас вообще там есть и не только один вот допустим если а 6 и напишу уже более сложность 31234 написать он тоже вот интересно можно начинать с этого не со слова мама а вот со слова с этих с 1 2 3 4 цифр но я хочу посложнее задание сделать после того как заканчивается а идут задачи cc это задача уже повышенной сложности посмотри c1 если мы их выполним смотри какая ерунда тут просят от нас вот как ты думаешь будем мы это дело писать как раньше вот писали все просто тупой 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 но наверно вот тут уже прямо напрашивается этот цикл потому что а если у нас еще больше этих зигзагов попросить сделать то что мы будем бесконечно писать эти тупой но я сейчас немножко покажу просто как и пример Oh бывает вот так c2 опять ну немножко по-другому но тоже чувствуется что нужен цикл так сдавая дальше c3 допустим посмотрим какие они а вот мы на прошлом занятии мы рисовали такие горизонтальные линии а здесь наоборот вертикальные но очень похоже получится программа согласен помнишь мы там цикл использовали ну ты здесь он нужен будет использоваться в 10 c4 поставить лишь квадратики надо вырисовать вот вот благодаря таким задачам это тренировочная задача начертить используя цикл у промазис написано начертить используя цикл вот благодаря таким задачкам тренируемые циклы и умение программировать на паскале мы будем рисовать и программировать одновременно но дальше идут просто вот и control shift и когда нажимаешь она подсказывает какие задачи есть а c c c я помню что еще есть вот смотри если напишут cc и 1 допустим это еще более усложненная задача c это более усложненная задача cc это еще больше усложнена ли какая получается ну вот наверное здесь цикл нужно как ты думаешь какой здесь цикл нужен вообще будет согласен вот ты уже чувствуешь что здесь цикл в цикле смотри а с одной стороны нам надо будет увеличивать x чтобы вправо двигать это все дело так x у нас просто надо какое-то количество раз чтобы это было сделано а у нас для первых смотри вот тут вот пять зигзагов у нас получается маленький размер следующих пять зигзагов размер побольше потом следующих пять побольше потом еще раз побольше короче здесь надо будет высоту менять и для каждой высоты по пять раз рисовать вот этот вот линию понимаешь про что я говорил сначала высота равно 1 рисуем 5 штук потом высота равна 2 вот нужно более и мы опять рисуем 5 штук и да у нас получится цикл цикле высота меняется от единички до скольки до высота до высота будет вот от единицы до пяти она будет до 4 на самом деле смотрю нас четыре разных размера вот такой размер чуть побольше чуть побольше чуть побольше чуть побольше всего раз два три четыре четыре разных высоты от единицы до четырех ну и внутри каждой этой высоты мы должны будем 5 по 5 зигзагов допустим сделать ну а еще немножко посмотрим вперед какие там бывают задачи cc4 допустим здесь тоже что-то в этом духе да здесь еще хитрее получается смотри у нас единичка сколько таких единичек у нас таких ну ладно а а такой высоты двоечка ну можно догадаться да что когда у нас там 67 получается что как у нас высота меняется она тоже меняется от единички вот одна высота до вот здесь 1 2 3 4 5 6 7 до семерки высота меняется от единицы до семерки и столько раз сколько у нас высота нам надо начертить линии если высота единичка то 1 если высота 2 то 2 если высота 3 то 3 так тут тоже будет цикл в цикле ну вот интересные такие задачки чтобы оттренировать эти все вещи я бы хотел чтобы и ты и те ребята которые буду смотреть это видео обзор на мы просто показали пример как можно с циклом написать слово мама и у нас на прошлом уроке было с циклом нарисовали вот эти горизонтальные линии помнишь то есть вот имея два примера как с циклом можно работать надо сейчас попробовать решать вот эти вот тренировочные задачи ну начиная сначала с c просто c1 и вот взять и нарисовать вот это они пока не такие сложные как cc1 ну или c1 да вот ну а тем кому вообще сложно кто будет смотреть это видео тот может сделать ну сначала там а4 или опять но вместо слова мама вот нарисовать вот такое вот дело так а потом всем надо переходить уже на c и прорешивать c1 и вот написать программу для это об этом по моему нету вот если я напишу здесь б 1 запущу она говорит b1 нет такого задания для чертежника что есть это а там есть c потом есть c и по-моему и еще буква п есть это попробовать здесь написать 1 да наверно запускаем по начертить цифры почтовый индекс составив для каждой процедуру мы еще о процедурах не говорили а что такое процедуры процедур это вот как функции помнишь у нас в код орге были функции это когда мы можем научить компьютер ну в данном случае рисовать какую-то цифру вот допустим нарисовать цифру 0 нарисовать цифру единицу нарисовать цифру 2 а потом мы можем вызывать эти функции и у нас будут сразу рисоваться эти цифры но про процедуры еще пока рано говорить до этого п надо порешать сначала c и cc так вот если я попробую п допустим 5 что там будет интересно задание такое отсутствует по 4 круто здесь я так понимаю составить процедуру big house и начертить два дома используйте процедуру там еще там что то здесь вот надо нарисовать как бы научить компьютер рисовать окошко и потом размножить эти окошки там в цикле нарисовать домик когда мы научим компьютер рисовать домик надо будет и два раза в цикле надо сделать домики а свою очередь когда делаешь просто домик там первый раз и второй раз надо чтобы в этом домике 6 раз там в цикле крутились окна ну это как бы не сейчас это мы наперед просто смотрим к чему мы будем идти мы будем интересные вещи рисовать составив для этого программу то есть до этого мы учились рисовать сейчас будем рисовать паскале ну в общем я тут описал какие задачи у нас есть так наперед двигаться мы будем с c так начиная с c1 потом c2 потом c3 ну и задача всех и тебя или а тоже будет эти задачки прорешать и неплохо если вы не только напишите свою программу ну и напишите скажем создадите видео о том как вы это дело решали так еще буду ждать ваши видео будем выкладывать их на youtube пускай все люди смотрят ну давай на сегодня хватит